Сегодня мир переживает переходный период, который сопровождается различными кризисами и конфликтами. Об этом в эфире телеканала CBC заявила российский эксперт Эльвира Белорозова. По ее словам, данная тема стала самой обсуждаемой на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В настоящее время страны решают многие актуальные вопросы в формате региональных объединений. В качестве примера эксперт привела Организацию тюркских государств. Данная структура в последнее время значительно нарастила авторитет и уже демонстрирует свою эффективность. Анализировали социологические опросы того поколения, которое жило под коммунизмом. Это страны бывшего социального лагеря. И вот в этой выборке от 80 до 90, есть страны, как 92%, которые отмечают, что все-таки при коммунизме им жилось лучше. Соответственно, здесь какой может быть вывод? Да, жесткое развитие, как вы сказали, которое сейчас мы слышим в речах с трибун, экстренатричных таких достаточно политиков. Это, наверное, они задают какой-то тон или какую-то моду. Но мы в России, вы в Азербайджане. Мы социально ориентированные государства. Нам с вами точно не о чем переживать. Мы никогда не станем на пути жесткого развития. Я в это искренне верю. На нынешнем форуме президент Аргентины Хавьер Милей затронул тему свободного рынка, раскритиковал социализм и призывал обратить внимание на результативность капитализма. Современно неизбежны, но решения для тех рисков, которые появляются в связи с этим переходом, решение это предложить очень сложно. Ведь мир уже разошелся, как вы сказали, на региональные квартиры. Осталось, может быть, небольшое количество неопределившихся стран, но, по большому счету, некая региональная структура мира уже предопределена. И для регионов этот процесс с экономической точки зрения, конечно, эффективный, потому что наши региональные интересы будут учитываться более справедливо. А если говорить о вашем примере, об организации тюркских государств, то, как мы знаем, это не просто какое-то, так скажем, новое объединение относительно молодое. Нет, там уже принят программный проект, программный продукт, так скажем, стратегия развития, видение развития тюркского мира до 2040 года. Ну, то есть мы можем сказать, что да, регионы действительно стоят на пути отстаивания своих интересов. Продолжение следует...